ПОДПИШИСЬ! А в конце же я вам расскажу о тех проектах, на которые стоит обратить внимание на этой неделе. ПОЕХАЛИ! Игроки еще не успели сменить штаны после того ужаса, который испытали при прохождении Alien Isolation. А Sega уже объявила о том, что в скором времени выйдет DLC, позволяющая взглянуть на события под новым углом. Corporate Lockdown станет доступна на всех платформах 28 октября и расскажет нам о Ransom, представителя компании SIXON. Также в дополнение войдут три карты, у каждой из которых будет таблица лидеров и дополнительные миссии. Судя по заявлениям разработчиков, нас ожидают еще четыре дополнения, в каждом из которых будет новый игровой персонаж. Эта новость наверняка порадует любителей ужасов и вселенной чужих. Кстати, о выдуманных вселенных. Расскажите нам в комментариях, а какая ваша любимая вселенная и почему? Многие из нас помнят, что Кейси Хадсон, геймдиректор Mass Effect, в августе покинул Bioware. С тех пор от него абсолютно не было никаких известий. Некоторые даже боялись, что он решил навсегда покинуть игровую индустрию и применить свои таланты в другой сфере. Но вот на днях Хадсон в своем твиттере оставил загадочный твит. Начинается! И прикрепил фото Oculus Rift. Это значит одно из двух. Либо он, как и многие другие талантливые разработчики, присоединился к команде Oculus, либо он корпит над игрой для шлема виртуальной реальности. В любом случае, поклонники Кейси могут быть спокойны. Талантливый разработчик не собирается покидать игровую индустрию. Игровые выставки выходят на абсолютно новый уровень. Приглашать известные группы на выставки игр стало модной тенденцией. Riot Games приглашали Imagine Dragons. А вот теперь и Blizzard объявили, что небезызвестная Металлика будет выступать на их Близзконе. Напомним, Близзкон будет проводиться с 7 по 8 ноября в Калифорнии. Если у вас есть возможность посетить это мероприятие, то пропускать его будет большим грехом. Ведь кроме знаменитой группы, там будет много конкурсов, турниров и конференций с разработчиками. Для тех, кто следит за Assassin's Creed Unity, уже давно известно, что пользователи смогут получить дополнительные истории про ассасинов из своеобразных спин-оффов, которые носят название Assassin's Creed Chronicles. И хоть пока неизвестно, как будут распространяться эти хроники, но разработчики уже с уверенностью рассказывают о том, что эпизоды будут повествовать об ассасинах из разных уголков Земли. И что стиль рисовки будет специально адаптирован под временную эпоху. Представители Ubisoft намекают, что в первом эпизоде этих хроник они расскажут о неком любимчике сообщества Assassin's Creed. Ребята из Bossa Studios уже покорили сообщество геймеров своим невероятным Surgeon Simulator. Однако, кажется, они не собираются останавливаться на достигнутом. На днях они анонсировали свой новый проект, который носит гордое название I Am Bread. Или, как несложно догадаться, расскажет нам о приключениях маленького кусочка хлеба, который пытается добраться к тостеру. К сожалению, представители студии пока не назвали ни дату релиза, ни хотя бы платформой, на которых выйдет сие чудо. Нам к Bandai окончательно надоели жалобы игроков по поводу крайне нестабильной работы Dark Souls Prepare to Die Edition на Games for Windows Live. Поэтому они решили прибегнуть к радикальным мерам — сменить платформу. Первая часть «Темных душ» уходит с GFL и переходит на Steam. Переезд состоится в следующем месяце. В течение определенного ограниченного времени игроки смогут экспортировать своих персонажей, сохраняя все достижения. К сожалению, точные даты переноса пока неизвестны. Следите за следующими выпусками игровой ленты, мы обязательно об этом объявим. В интернете можно найти много слухов о том, что Half-Life 3 разрабатывается. Фанаты ищут намеки в каждом заявлении от Valve и выражают все свои желания и надежды о будущем проекте на форумах. Однако Крис Сейлом и Кайл Мэйзи решили пойти даже дальше. Они запустили краудфандинговую кампанию и просят у людей 50 тысяч долларов, чтобы они могли полноценно досаждать сотрудников Valve до тех пор, пока тени выпустят Half-Life 3. За 3 тысячи долларов они запустят рекламу в Google, нацеленную на всех 300 сотрудников компании. За 9 тысяч долларов они подгонят к офису Valve грузовик с рекламным щитом, на котором будет написано «Мы хотим Half-Life 3». За 45 тысяч они наймут двойников Гейба, которые будут толпиться у входа в офис и требовать Half-Life 3. А за 150 тысяч они организуют концерт в Сиэтле, на котором будут приглашены все сотрудники Valve и фанаты их творчества. На данный момент ребята собрали 1200 долларов. Хочется пожелать им лишь удачи. Ubisoft несет очередные потери. Небезызвестная Джейд Рэймонд, девушка, которая несколько лет занимала должность управляющего директора студии Ubisoft в Торонто, решила покинуть кампанию. Джейд проработала во французской кампании около 10 лет. Она приложила свою руку к серии Assassin's Creed, к Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist и к Watch Dogs. К сожалению, Рэймонд не спешит делиться своими планами на будущее, поэтому неизвестно, покинет ли она игровую индустрию навсегда или же просто займется чем-то новым. А может, последует примеру Кейси Хадсона и поможет с разработкой шлема виртуальной реальности. Кто знает. У вас есть консоли, вы не знаете, как можно хорошо расслабиться в свободное время? Французы из Ubisoft решили эту проблему за вас. Увлекательная Just Dance 2015 займет вас на много вечеров, увлекая за собой в чудесный водоворот красок и танцев. Если вы любите что-то активное, то вам стоит всерьез задуматься над покупкой этой игры. Легендарная вселенная Dreamfall наконец-то возвращается на наши игровые экраны. Много фанатов по всему миру ждали продолжения легендарной адвенчуры 2006 года, и они наконец-то получили ее. Если вы ищите приключения, которые вы можете проходить раз за разом и каждый раз получать наслаждение, то эта игра для вас. Аниме о приключениях легендарного аватара Коры покорило многих любителей подобного жанра. Разработчики из Platinum Games решили воспользоваться славой аниме и создали игру про эту вселенную. Если вы фанат первоисточника, то уверен, управлять полюбившимися героями для вас будет интересно. Если же вы не знакомы с аниме, то стоит сперва посмотреть, чтобы понимать, что к чему. Наконец-то случилось то, чего вы столь долго ждали. Состоялся релиз новой части серии. Игра позволит вам отправиться в космическую экспедицию во имя нахождения нового дома для человечества за пределами любимой голубой планеты. Задача состоит в колонизации чужой планеты и, естественно, создании и развитии цивилизации. Даже если вы фанат серии и вас уже действительно сложно удивить, стоит попробовать новую часть цивилизации, ведь она обещалась быть кардинально новой, отличающейся от прошлых частей. Что ж, на этом все. Это были самые значимые события игровой индустрии за последнее время. Рассказывал вам о них я, Александр. Ну а если вы хотите знать больше, то не пропускайте новые выпуски наших дайджестов. Все самые сочные инди-игры в IndieGo и свежие подробности о ММО-мирах в быстром смотре. Ну а мне с вами пора прощаться. До новых встреч на просторах нашего развлекательного портала. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok